Продолжаем программу. В агентстве «Узбек Космос» составилась конференция, посвященная итогам пилотного проекта «Цифровой Самарканд». Он был организован совместно с французской компанией Airbus. Ключевая цель — внедрение системы космического мониторинга для подсчета площадей сельхозземель и определение точных границ, инвертиризации и определение фактических пассивных площадей хлопчатника и пшеницы в трёх районах Самаркандской области. Своего рода симбиоз сельского хозяйства и космических исследований. На конференции говорили об итогах пилотного проекта «Цифровой Самарканд». Основной целью проекта являлась оцифровка всех площадь сельхозземельных культур. Мы ожидали результаты в плане полной оцифровки реальных площадей, охождения реальных культур в этих площадях. Результаты более чем удовлетворительны, потому что мы выявили большое количество проблемных участков. Также были выявлены проблемы участки по употреблению воды. Для реализации пилотного проекта выбрали Самарканд. И вот почему. Мы за это время смогли развернуть, адаптировать для Узбекистана и передать технологии, прежде всего, в автоматической оценке произрастающих сельскохозяйственных культур, также повышению эффективности работы фермеров и дехкан. Такая оценка эффективности работы и прогноз позволит, как мы считаем, сельскому хозяйству развиваться более эффективно, применяя совершенно новые технологии, технологии, основанные на базе космического мониторинга. Инновации есть в проекте. Это первое. Мы использовали космические снимки. Второе – это подготовка искусственного интеллекта, модели искусственного интеллекта по определению самих культур. На основе этих космических снимков мы идентифицировали, в каких местах, в каком состоянии находится данная культура. Это может быть и хлопок, это может быть и пшеница. В процессе помогали и сотрудничали специалисты французской компании Airbus. Состоялся обмен опытом, знаний, навыков применения космических технологий. Мы вместе с нашими коллегами оценили, что Самарканд представляет собой наиболее интересные и типовые варианты, дает нам возможность отработать, во-первых, размещение культур, автоматический анализ культур. Мы видим там и основные культуры – хлопок и пшеницу. Географические условия, условия водообеспечения позволяют нам фактически на трех областях в Самарканде получить такие данные, которые потом могли бы быть использованы на территории всей страны. Уже в следующем году планируется распространить практику применения космических снимков в сельскохозяйственных землях по всей республике.